В заключении, комментарий от Анны. Скажите, пожалуйста, нам слово напутствие на Новый 2021 год. Ну, я этого не ожидал, конечно, что я буду делать какое-то напутствие. Вот, знаете, если бы я был священником, нет, если бы я был епископом, нет, если бы я был патриархом, нет, если бы я был римским папой, о-о-о, я бы вам сейчас, знаете, бы сказал, как много! Но я, к сожалению, не обладаю ни даром красноречия, ни мудростью, которые должны быть присущи человекам, наставляющим. Я такой же простой человек, как и все. И что бы я хотел? Хотел того, о чём я сказал с самого начала, с чего и началась наша сегодняшняя встреча, что, может быть, нам стоит всё-таки подумать, что мы Рождество Христово должны встречать не с пирогами, как это, так сказать, и прочими вещами, с застольем, а что надо бы хоть немножечко нам бы подумать о том, что бы сделать, что бы сделать, чтобы хотя бы отчасти соприкоснуться, припасть к стопам, скажу вам так высоко, новорождённого младенца Христа, чтобы хотя несколько осветиться душой. Как это можно сделать? Ну, наверное, мы всё-таки отчасти это понимаем. Обязательно и очень важно Рождество встретить с покаянием. Вот что самое главное – с покаянием. И, насколько возможно, с обещанием Богу постараться, что, ну, насколько возможно, постараюсь не делать того дурного, чего я делал. Самое главное – вот тогда, я думаю, мы действительно сможем пережить празднество Рождества Христова совсем иначе, чем это обычно происходит. Был пост, теперь ура, не пост. И так далее. Нет, с покаянием. Вот самое главное. Это я желаю от всей души, прежде всего, себе. Ну, конечно, и всем вам! Субтитры сделал DimaTorzok